так ну что всем привет виктор передаю тебе слово спасибо всем привет такая тема как бы вроде все ее знают а вроде и нет у меня как-то была возможность мне глубоко закопаться по крайней мере стороны теории если руками и все успел поделать мне кажется когда не спрашивают каким-то кейсом у меня сразу в голове фреймлорка работает решение нахожу поэтому если что спрашивайте пройдемся сегодня по теории сначала быстренько а потом по практике по конкретным кейсам вот почему для нищих название потому что перебивать можно если до этого были вопросы конце то давай сделаем вопрос в конце чтобы не было неудобства можете в этот в чат накидывать вот давай отлично так да у меня значит я продукт работал работал маркетологом короче на программ от разные аналитики сейчас я немного по исследованиям пошел на порт-тайм разные проекты делаю конкретно афинс наверное консалтинг больше всего сейчас есть такой проект где мы делаем всякие go to market стратегии исследования в том числе пользователей но это как правило сейчас ребята многие приходят им зарубежно пойти вот допустим для практикам отдела и зарубежного выхода по jobs to be done теме конкретно что мне касается я проводил интервью разные по jobs to be done примерно из этого сделал какой-то фреймворк был кейс позиционирования для онлайн курса где это все чтобы использовали сейчас разные jobs to be done провожу исследования в том числе для своих проектов в B2B еще мы применяли всякие ульвиковские приколы с раскладыванием этого процесса там тоже много классных фреймворков и по теории основные книги я прочел вот поэтому ссылаться буду не на статьи так сказать а на оригинальные знания вот и на оригинальные подходы давайте по теории пройдемся напишите в чат хочу короче немного адаптировать дальнейшие флоу повисования интересно насколько пришли кто разбираетесь в теме вот я вот здесь цифрками написал закиньте цифру в чат и я какие-то может моменты буду слишком пропускать быстро либо наоборот остановлюсь один скромный ну окей короче да не все видимо моменты пропускать судя по ответам но какие-то я буду пропускать все равно потому что у меня там часть просто в целом про глубинки я думаю по глубинке можно пойти почитать миллион статей на джопс табидан все таки акцент сделаю окей погнали так зачем это надо вообще любая книга джопс табидан которую вы откроете начнете читать она начнется с кейсов по типу мы там ну да здесь картинка решили сделать инновационные скутеры где-нибудь для индии да начали наняли эксперта супер по изготовлению этих скутеров там маркетинговые бюджеты заложили нереально вот сделали пришли а показали рынку это нафиг никому не надо и из этих кейсов как бы предпосылка как сделать так чтобы это поэтому кому-то стало надо джопс табидан вообще появилась примерно в одно время с пользовательским подходом я про это расскажу на следующем слайде здесь короче такой концепт верхнеуровнево а что это вообще такое и какие сущности есть потому что уже слышали про проблемы про пользователи про всякие контексты решения вот здесь джопс табидан находится джопс табидан это по сути путь из точки а в точку б вот где-то здесь есть пользователь и вот это его точка текущее состояние контекста а вот здесь вот точка б это куда он хочет прийти он от каких-то своих проблем и текущего состояния идет к каким-то возможностям и желаемом состоянии ну собственно определение в котором все почти сводится это вот процесс из точки а в точку б который пользователь пытается пройти в определенных обстоятельствах и джопс табидан это вот все вот это пространство то есть вот здесь вот мост это не будет джопс табидан не будет работать потому что это уже решение конкретное да вот он может по мосту условно перейти этот чувак он может я не знаю там перепрыгнуть на самолете перелететь еще как-то на сле пройтись и миллион всяких вариантов есть поэтому джопс табидан это вот именно про процесс а там отсутствует конкретное решение ну и в процессе джопс табидан видите тут вырастает все остальное что уже известно какой-то контекст проблемы пользователь с какими-то своими там критериями что ему надо метриками да какие-то страхи барьеры возможности драйвера и прочее вот это целом такая самая общая схема по в основном джопс табидановским книгам история мысли да насколько я ее могу понимать примерно этот как четыре шага к озарению забыл автора да бланк короче где-то в 90 начал развивать эту всю штуку и ульвик на самом деле тоже где-то под конец 90 начал то есть можно говорить в принципе что клиенты центричный подход но он там понятно и до бланка вполне был но как-то у нас до россии мне кажется позднее дошел именно джопс табидан вроде как глубинки начали делать а джопс табидан вот это последние годы эта штука больше ну так более распространена да кто-то понятно использовал там нулевых может читал кристенсона третьего года в оригинале там может быть но в чем идея да сначала вот этот кейс когда у нас продуктоцентричность мы запариваемся на продукт фичи клиентов не спрашиваем что-то делаем приходим и ничего не получается потому что не вокруг клиентов строили клиентоцентричность да но здесь тоже есть оговорки потому что клиентоцентричность тоже не совсем правильно себя используют иногда спрашивают ну типа как бы идешь общаешься с клиентом но типа неправильно общаешься там спрашиваешь а чего надо сделать нам да какое решение всякое такое то есть не проблему копаешь а какие-то решения тоже тоже есть всякие проблемы но тезис такой есть еще в джопс табидановских книгах это что the most problems are solved то есть уже по сути большинство вещей которые есть на рынке они уже какую-то старую проблему решают которая уже решена и сейчас по сути идет оптимизация каких-то стандартных работ типа перемещения из точки а в точку б какой-нибудь там не знаю заказ чего-нибудь и появляется все новые и новые решения как раз таки по джопс табидан это классная призма чтобы это рассмотреть ну и типа джопс табидан собственно работоцентричность как альтернативный подход стоит один раз наверное погрузиться и увидеть этот джопс табидан потом его сложно разведить везде и на сайтах и вообще не думайте но я думаю это полезно поэтому собственно про это и рассказываю но собственно вопрос на засыпку что общего студента 22 года и владельца бизнеса 47 лет доход 800 к студента 0 рублей ну вот ответ по сути джопс табидан может какие-то догадки есть но я думаю все в целом теории знакомы по крайней мере на единичку да тут допустим ответ они там установили тиндер чтобы пойти на свидание и у них работа это пойти на свидание да но при этом они как бы используют одно и то же решение а при этом персоны да вот абсолютно разным в этом кейсе то есть их объединяет работа а какие-то определенные характеристики присущие вот такие кейсы как раз таки классно на джопс табидан посвечу а кто у нас есть вообще и что там за мясо если идти читать статьи по джопс табидан начинается короче какая-то немного каша потому что ну не знаю не буду говорить кем она заварена но короче подходы есть разные и я сейчас подсвечу в чем они в основном расходятся да и в принципе как их можно погружить основные разногласия ульвика с климентом они там активно срутся в твиттере и прочее но климент затих последнее время ульвик вроде что-то пишет и делает я мне конечно импонирует больше ульвик не знаю как вам с кем вы знакомы но по сути они в каком каком-то аспекте и тот и другой полезен у меня даже есть догадка почему они разошлись я вот дальше про не расскажу а короче ульвик это больше про практичность и измерения и но у меня есть гипотеза что он больше просто бит или какие-то кейсы делал и поэтому там слишком ну короче там определенный подход к формулировке джопс табидану при по определенному там подсвечиваются работы битуси например там начинают играть какие-то личностные качества как человек эмоционально себя ощущает как он себя социально ощущает поэтому соответственно вроде как и понимание немного другое может быть работа что нам важно какие-то вот эти эмоциональные штуки до абстрактную удовлетворять или какие-то конкретные функциональные в бизнесе они вроде как более понятны а вот битуси типа непонятно и отсюда буду сейчас разницу короче на шреке объяснять job is activity ульвиковская это короче вот такая конкретная вот типа понятная задача функциональная спасти принцессу там вернуть болото или саб работа там перейти мост но это как элемент ульвиковская штука он там приводит примеры типа быть хорошим акцом или что-нибудь такое быть арсировательным принципом по его мнению надо вот так вот делать чтобы подсвечивать определенные моменты на следующем слайде покажу как отличается и вопрос-то главные типа окей что хотите сделать понятно а как будете делать и получать что ульвик вроде как предлагает конкретный многошаговый процесс вот делая abcd количество на измеряя и будьте радость просто провести правильное исследование и понятно что делать у климента таких фреймворков жестких нет у него немного не по абстрактнее по размытия вот опять таки же но они в принципе какие-то из полезных но тот который четыре силы прогресса по моему даже не климентовский фреймворк насколько я знаю моим бог маэстро вообще изначально сделал но короче отличие вот такое есть и как они дружатся вот такая схемка уровне абстракции короче работ вот если мы берем работу какую-нибудь да конкретно но там есть программы есть секвенсы с принципами типа идеальный идеал селф типа человек если мы там птс смотрим он стремится вот какой-то версии идеально себя для этого он делает какие у него да есть для выполнения этих у него какие-то здесь есть и они вот так короче все взаимосвязаны они типа contributed можно сказать снизу вверх да как то поэтому а если виде работ смотреть да какая-то функциональная вот здесь вот спасти принцессу какие могут быть решения они достаточно понятны конкретны да самому спасти там нанять кого-нибудь придумать план побега и так далее так далее прийти мост это вот часть вот этой спасти принцесс просто элемента про мост этом начале как говорил перейти пешком как-то переехать и прочее а когда мы переходим от вот этих конкретных штук да от do и sequences к принципам у нас получается так что окей у нас здесь есть какая-то такая верхнеуровневая эмоциональная работа но и решение получается разные для нее слишком получается то есть быть очаровательным принца можно совсем по-разному примеры накидал поэтому фокусироваться да ну нужно как говорится на свой страх и риск если вы здесь фокусируетесь вы понимаете примерно скоб конкуренции если здесь вы начинаете меньше понимать что делать вообще ничего шампунь сейчас производить или что вообще начинать делать это короче полезно на самом деле но отсюда сложнее ну понятно чем абстрактнее тем сложнее какие-то конкретные действия делать с продуктом чем конкретнее тем проще поэтому классно на самом деле совмещать понимать зачем вы делаете вот эти программы какие принципы движет чтобы понимать здесь конкуренцию но я сторонник того что лучше на программах фокусироваться даже b2c от них это проще остраивать потом процессы вообще работа этой делать какие-то конкретные действия так по применению в принципе по теории я все закончил но кстати если хотите можем сделать паузу по теории спросить и потом ко второй части практики перейти чё-то ночь как удобно будет ну ладно может вопросов и нету тогда давать практику там вопрос а что с этим делать инструменты внизу накидал да я рассмотрю job stories main job тоже добавил слайд формулировка фреймворки для формализации ну мэппинг по сути исследования пользователя я посмотрю качественные количественные к сожалению здесь смотреть не буду я могу подсказать в какую сторону копать я просто ими сильно много не занимался они ульвика там прям жесткие и тяжеловесные их типа можно проще делать но в принципе это опросник который определенные вопросы там по работе и по метрикам работы уточняет про анализ конкурентов расскажу ну есть дофига на самом деле всяких еще штук которые короче литературу потом накинул там кейсы есть разные можно посмотреть а как конкретно давайте сейчас и посмотрим главная работа main job или job statement как она называется ну короче вот суть вот вокруг чего все строится ваше дальнейшее исследование и продукт по сути это какая-то генеральная потребность понимание процесс который лежит в корне продукта ну точнее даже не продукта в корне ваших пользователей можно сказать да вот они какую-то вот эту main job пытается сделать надо ее понять как ее формулировать глагол существительное необходимое пояснение но я думаю вот эту штуку в принципе плюс-минус все знают поэтому долго не буду останавливаться вот здесь вот просто рекомендации накидал какие-то по формулировке этой штуки да желательно использовать функционально как я говорил да почему раньше что от него проще потом управлять этой штукой эмоционально она может быть разное не называть конкретное решение в работе желательно но работа на по сути для того и служит она очищена по сути от каких-то конкретных решений не включать в определенные типа быстро легко дешево вот эти критерии это будут метрики уже их типа в работу смысла особо нету включать это то как пользователи будут оценивать вашу работу и полезно подняться от main job на уровень выше как я сказал да какую-то эмоциональную верхнюю его потребность глагол понять это легко делается через вопрос зачем спрашиваете там типа послушать музыку на ходу а зачем ну не знаю там чтобы поднять себе настроение чем-то может быть эта информация поможет может быть бесполезно ну то есть зависимости от вашего кейса вниз так формулируем job story давайте job story немного свяжусь с тем что говорил раньше вот здесь вот когда я хочу чтобы тоже я думаю всем знакомая штука ну тут по сути вот эта точка а да когда вот мы здесь а вот это точно чтобы это . куда мы хотим попасть а вот это типа здесь мост прокинуть как как мы из текущей проблемной ситуации попадем сюда я хочу это обычно пользователь говорит он там хочет как-то вы можете сформулировать в контексте пользователя можете вставить сюда main job который вы сформулировали но по сути вот здесь вот вот то как он из точки а в точку до попадет ну лучше здесь main job конечно использовать и вот по сути между этим этим находится какое-то решение если где-то что-то поменять немного и решение может вполне поменяться если там контекст что-то изменится вот даже я не знаю музыка на ходу послушать музыку на ходу если контекст ну я не знаю если там брать послушать музыку допустим да на ходу это контекст то на ходу удобнее там через типа я не знаю если наушники да рассматривать такой не софт то это удобнее на ходу а если вы дома находитесь ну типа лучше на колонках то есть идея понятно варьирует какие-то контекстные детали и желаемое состояние тоже куда они хотят прийти решение может меняться по итогу ну конкретный продукт который вы делаете вот эту я сперу капаева штуку нашел тут конкретно до job story а зачем она надо сразу отвечает на вопрос где можно использовать когда классно используется в таргетинге найти человека ситуации ну то есть вы понимаете контекст и понимаете атрибуты по которым можно даст таргетироваться на человека может они будут бесполезные да и не найти но может какие-то принципе контекстные ситуации через которых можно как-то поднастроить таргетинг мотивация я хочу вот это main job она помогает продукт сформулировать на самом деле все это продукт позволяет сформулировать то есть у вас чем лучше продукт переводить человека из точки а в точку б чем эффективнее да там по его метрикам тем он по сути лучше то есть вы вот эту штуку все рассматривая можете накидать концепт уже какое-то решение первоначальное не пишет и сообщение да то есть он что-то ожидает мы можем это скоммуницировать в утпшках на лендинге в креативах прочее ну и ситуацию проблемную в принципе можем можем оттолкнуться от проблемы да как часто делать можем вообще работу упомянуть можем вот эту работу и про абстракции я хотел сказать да вы можете здесь бесконечно двигаться слева направо просто увеличивая уровень абстракции то есть вы какую-то конкретную штуку там я хочу перейти мост зачем чтобы спасти спасти принцессу зачем и так далее и так далее вы поднимаетесь как бы и в своем гейсе вы можете достаточно высоко ходить просто надо в какой-то момент остановиться да и зафиксироваться вот мы будем вот эту мой job смотреть но вот опять же как я раньше говорил лучше что-то функциональное смотреть и просто иметь в виду что есть что-то более верхнеуровневое эмоциональное мэппинг дофига всяких канвасов я тут ссылочки накидал вот бюро да опять же такой есть канвас основные артефакты он отображает здесь есть формулировка работы да по сути даже job story про которую было речь метрики важная штука это вот особенно когда количественники если делать то по метрикам тульвиковские процессы проходятся он их валидирует какие метрики важнее какие нет ну или нужды это называется или как то еще проблем конечно в терминологии потому что во всяких все по-разному называется плюс было полно теорий каких-то до этого которые тоже свою терминологию умели потом приходит и вроде как говорит про то же самое только такими словами ну короче про какие-то вещи да вероятно говорит то же самое но типа вот эта штука работа да и фокус на ней он конечно немного менять перспективу поэтому полезно вот такие штуки раскладывать как минимум в голове да как максимум для всей команды то есть это можно где-нибудь мира накидать да получится какая-нибудь вот такая вот штука тут для заработка валюте по моему раскидывал то есть тут вот здесь вот у нас силы рынка обстоятельства ну то есть эти драйверы барьеры есть тоже темплейты они разобраны в принципе по отдельным статьям можно это сделать я не хочу сейчас на них конкретно останавливаться но канвасы удобные есть вот такие да здесь я добавил ульвиковский канвас он чуть поподробнее по-моему немножко там еще какие-то вещи добавляет job map есть это по сути ну вот вы взяли вашу main job определили да и нарезали ее на какие-то конкретные шаги вот она там типа раскладывать тоже и вы типа а поняли какие у меня шаги пользователь проходит и внутри шагов уже можете какие-то определенные метрики доставать да и валютирует то есть это все для понимания структуры вообще чего вообще человек делает и зачем и потом на этом собственно про конкурентов да кейс дать посмотрим принципе джобстопдан помогает здесь вот развернуться понимание конкуренции после на конкуренции и нам конца тоже часто подмечают это важная штука здесь вот и сальтер подбор психолога онлайн ну прямые конкуренты да понятно сервисы онлайн подбора психолога они будут принимать конкурентами то есть все которые есть вот они подбирают онлайн понятно что прямая косвенная конкуренция это уже другие решения типа поплакать у друга тоже решение по сути психологических проблем то есть какую эту работу написал по заголовке вот если найти человека который поможет с психологическими проблемами да если у вас такая формулировка работы ну значит это тоже есть решение бесплатное если у вас основная метрика сделать это бесплатно то вероятно это вообще отличное решение а и подмечают также non-consumption да у кого-то у вас есть прямые конкуренты мы это знаем в принципе я думаю все знают что у вас искусственные конкуренты которые тоже забирают внимание ваших пользователей просто другими способами но если что там consumption которые типа вот я не пойду к психотерапевту и это рынок который имеет какие-то барьеры и говорят ребята которые теорию развивают что классно вот этих тоже челленджить ребят и как-то пытаться сломать барьеры потому что там иногда бывает больше возможностей для роста чем ну не знаю там конкурировать на уровне фичей там с прямыми конкурентами может стрельнуть короче просто сломка это барьера образование рынка и прочее такие вещи интервью по этапам я собирал свой шаблон с вопросами естественно каждый кейс каждая цель каждая исследовательская задача это уникальный случай я просто больше наверно для себя собрал но какие-то вопросы все равно все друг друга таскают поэтому можете отсюда потаскать какие-то вопросы для jobs to be done конкретно плюс я накидал туда какие-то рекомендации по своему опыту проведения сейчас по ним быстро пройдусь сделаю акцент только на секрет жопс моментах которые совсем про глубинки и прям важные про глубинки лишний раз повторю потому что никогда не поздно определить цель исследования понятно не двигаемся это все определить всю дальнейшую структуру исследования короче дальше когда делать интервью и делать особенно квалификационный опросник важно понять критерии классно понять тех именно кто вашу работу выполнял то есть если вы уходите на сегмент который в принципе работу делает вы можете просто потратить время на людей которые вы типа не выполняли работу либо выполняли ее давно и вы у них типа много не узнаете надо отбирать именно посвежеется и те которые связаны с вашей работой и там уже у них можно уточнять то есть там говорит говорили что нельзя в гугл доках этих гугл формах накрутить условия на самом деле можно там настройках если полазить поэтому можно даже через формы там сделать это ведь и вата и кто выполнял вашу работу там уточнить какие-то моменты внутри работы что интересного будет по типам интервью это вот из скальбаха он систематизирует понял из разных авторов но по сути это вот разные объекты исследования first hire это мы исследуем тех кто еще не выполнял работу ну типа люди первый раз просто сталкивается с решением этой работы допустим есть там кто-то ищет работу за рубежом да они вот за рубежом никогда не искали если мы контекст учитываем то это типа важно потому что там типа все многое отличается по поиску работы это как нужно новое решение вообще делать российский процесс не подходит а ченч он помогает тех кто активно давно выполняет работу пробовал разные решения ну там кто активно катает на такси постоянно он просто разные решения каждый день меняет кто меняет там один софт на другой использовали я не знаю один таск трекер поменяли на другой стали использовать это вот про ченч в принципе от цели исследования вашего продукта сразу понятно какая какой у вас тип аудитории ну должно быть понятно свитч это такая штука которая помогает покопать больше в процесс триггеры и этапы то есть там есть карты этапов я могу нарыть отдельно в презу не вставлял типа человек проходит от осознания проблемы до активного поиска решения и покупки решения эти все стадии он изучает в деталях а как он переходит на следующую стадию а как его переключить типа какие он решения а какие проблемы там на каждом этапе и так как в один скрипт не запихаешь прям вот это все исследование да разное они видимо поэтому разделяет их на разные с определенным акцентом если вы там метрику допустим какую-то хотите покачать да на каком-то этапе вероятно в свитч стоит закопаться там дополнительных вопросов именно по этому этапу если вы ходите на first hire то там такие какие-то общие моменты люди еще не использовали работу поэтому вы у них особо не узнаете конкурентные решения какие-то они только начинают искать поэтому можно раскопать мотивацию контент до какой-нибудь появился поглубже в этом случае но типа по решениям вряд ли получится но в чем в принципе все хорошо раскатывается люди уже делали ну ходе еще есть за звездочка это чтобы раскопать конкретно побольше метрик всяких принципе они из предыдущих можно сделать но можно сформулировать вопросы чтобы конкретно вытащить какие метрики и прям по каждому опять же элементу этапу бомбить и спрашивать а что важно а что не важно и так далее а квалификационный опросник про который говорил самое важное наверное ну от всей тех кто не делал работу вот последнее да насколько они продвинулись я делаю часто чек-лист да с вопросом ну разные штуки которые могли на пути и они как-то прогрессируют условно я там что-то погуглил я что-то искал я чего-то не знаю с кем-то пообщался я заплатил деньги ну то есть разные штуки и по ним в принципе понятно насколько глубоко человек провалился в решение ну чем глубже он провалился тем интереснее будет с ним пообщаться контакты в конце лучше условия про условия рассказала в принципе да про квалификационный я рассказал уже скрипт я предлагаю тот который составил докручивать и берите статей тоже дофига там предлагают все разные вопросы я в google таблицах короче все составляю не знаю как как делать мне неудобно я люблю быстро короче навигация удобно от вопроса к вопросу сразу структура ну то есть меньше времени потом на пост обработку всей этой штуки можно быстро перескакивать с одного места на другое вот мне как-то вичей попривычнее вот по поиску ну я не знаю в презе потом посмотрите в принципе битуси штуки по тематическим чатам аудитория гуглится я каких искал респондентов никому не платил если у людей болит они с вами пообщаются вот ну если это не си level какой-то да то в принципе все просто достаточно дается если у вас есть аудитория уже какая-то текущая да может быть лиды клиенты не всегда правильно потому что они типа как использовали продукты немного biased типа аудитория но в принципе если есть кто-то то можно найти обычно linkedin кратчбейс это типичные штуки у конкурентов можно потаскать с network вообще разные сети главное отфильтруйте нормально квалификационном опросе и там не суть какой источник просто найти получше и потом отфильтровать созвониться с тем с кем надо а это платно грейс предыдущий сайт бесплатно было ну я не рекомендую в чатах продуктовых искать на самом деле я обычно там последнюю очередь ищу потому что ну если только у вас не для пробоков продукт там просто как бы такие же вы сидите не сложно просто загуглить такой загуглить в этом делать продукт для предпринимателей не знаю и чат и телеграм чата для предпринимателей и все все находятся телеграммные чаты ну либо любой другой аудитории они есть currently zoom интеграции рекомендую вообще то сразу кидайте я сначала без этого делал тратил время договоры переносы это вообще не на это время тратить а так сразу кидаете вам заносят ивент и он у вас сразу ссылка и зум позвонить удобно основное что можно предложить чтобы на интервью соглашались но у меня как-то я типа битусе ресурчал меня соглашались но так 95 процентов остальные просто не отвечали в принципе люди пообщаться если вы им что-то предлагаете понятно то есть вы как носители какого-то потенциального решения да им интересно если у них полип они вероятно пообщаются просто подавайте это что вы решаете эту проблему и возможно для них тоже решить поэтому круто то есть нужно что-то взамен в любом случае предложить просто так типа пообщайтесь там для исследования не знаю нафига у вас есть понимание вашей ца подумайте что для лица важно деньги предлагать не обязательно если это не би ту би да в принципе би ту би ресерчат без денег особо насколько я знаю вот ну и мелочи всякие так интервью да не буду останавливаться короче плохие вопросы это когда вы подталкиваете к ответу не предлагайте готовых ответов просто формулировки вопроса оставляйте открытый без каких-то решений когда вы выбираете ресторан вы сможете смотрите на рейтинг уже толкаете человека говорить про вот сюда конкретно а вот если спросить на что вы обращаете внимание при выборе ресторана назовется то что важно ну если только вы не следуете какой-то частный вопрос да там про рейтинг вероятно то окей но лучше не толкать в сторону иначе начинают выдумывать люди это фигня получается условности вырезаем типа вопроса через бы всякие которые типа про будущее так как они называются то есть это можно все смело делить на 100 потому что особо никакой доказательной силы не имеет не спрашивать каким должно быть решение одно это что я вначале говорил да приходим клиенту и какие у нас должны быть фичи там условно или какое решение клиент не знает знаете только вы клиент знает свою проблему не копайте вот лучше раскопать получше проблему и придумать классное решение потому что клиенты типа и могут конечно прийти с каким-то неожиданным классным решением но вы должны больше разбираться как решать проблемы вам нужно понимать проблему в первую очередь отвлекаться скрипта можно я всегда делаю типа куда идет все интересное записывание после нет особого смысла ну типа самый важный дисклеймер про интервью как вы понимаете на нем все не кончается интервью это типа способ генерации инсайтов их нужно тестировать их нужно тестировать количественником проверять в любом случае поэтому нету смысла да там считать там сказали пять раз может какой то есть но он просто не очень большой не знаю там зависимости от ситуации обычно обычно такого смысла нет записи сразу потом забываются прямые цитаты на прямые цитаты и у тп скажу сейчас примеры будут конкретные к ним и перейдем по интервью вот такую штуку еще докинул тоже копаемская штука нашел статью как они короче синтезируют знания ну то есть первое что вы можете сделать это вот вы провели интервью да чё с этим делать вот у вас есть таблички можно накидать мира опять же по тем канвасом готовым который я предлагал дает чтобы видеть синхронизировать понимание можно создавать что-то типа баклогов вот как раз таки как внизу приводится потому что ну типа контексты разные получаются да вы там накопали из своего интервью разные job story какие у кого-то такой контекст у кого-то другой и это типа все разные штуки в зависимости от контекста поэтому у вас может получиться такой баклог back stories job stories которыми лучше отдельно работать и вот так вот уже структурно искать инсайд потому что все это объединять получится ну как бы получится немного каши на вашем канвасе и может быть для общего понимания работы это прикольно но каких-то конкретных решений может быть неудобно так перейдем коммуникации до примеры месседжей здесь вот это вот этот текст серы до не удивился то есть тут что-то просто что цена топовые бренды какие-то преимущества да как jobs to be done от этого помогает перейти до какой-то работе это тоже со статьи примерчиком будет jobs to be done мессенджинг тут пресс-текен сразу появляется имя школе тут по сути не хватает только глагола make до который делает из этого jobs to be done тут уже может показаться что речь про конкретные фичи но тут на самом деле только глагола не хватает тут есть какая-то проблема до что там занимает ну типа обучение нужно а тут типа бери и делай вот классные фотки брест-текинг можно посчитать как за метрику делать изображение прямо сейчас вот камера и вот можете посмотреть там они стир мерили и конверсию таким объявлением работает лучше к маркетинг еще амбассадор такого подхода у них тоже всякие есть материалы используют в креативах ну креатива кстати вот да посмотрим здесь я просто нагуглил креативы в инстаграме вот потаскал конкретные которые связаны с jobs to be done вы один раз определив для своего продукта jobs to be done вы уже его везде видите и как другие его формулируют и сразу понятно его используют может типа неосознанно но вот здесь вот start speaking конкретно да не language вот он они прям в лоб то есть классно сразу в т.п. точно эту формулировать работу которую мы накопали get healthy looking skin everyday или вот тут вот допустим спотифаевская play on demand оффлайн но тоже прослушать музыку я говорил да на ходу оффлайн по сути вот есть какой-то контекст оффлайн везде и вот надо типа чтобы по-другой было и ты можешь это сделать послушать музыку то есть вот пример использования работ по сути креатива и здесь же как раз такие прямые цитаты то есть то что вы там в табличках на ковыряли да классно брать какие-то заряженные эмоциональные штуки их выделять и можно прям слово в слово их использовать потому что они прям от клиента идут и они часто ну прям звучат сочно для таких вот вещей вот кейс по сценарному мастерству да я там про позиционирование начале говорил что меняли для курса вот как разделишь по работам сразу по лендингам видно кто что делает по сценарному мастерству да вот есть курсы и в плане работы они могут делиться на типа начать зарабатывать на сценариях есть работа то есть работа попробовать в роли сценариста себя то есть начать зарабатывать это вот определенный контекст определенная работа чувак уже понимает что он будет он все он сценарист ему надо просто идти и зарабатывать. Ему просто для этого, соответственно, что нужно? Ему надо собрать портфолио, ему нужно быть уверенным, что он не умрет с голоду, ему какой-то буст. Ну, это профессия, по сути, как все учат. И вот какие-то элементы на ландиках сразу видно, они либо работы светятся сразу, да, зарабатывать на сценариях дословно, усилить свои тексты. Тут прям вообще оценник сразу дают, как и во всех профессиях, да, стартки на карьеры, на твор. Это все атрибуты, по сути, в этой работе. Если смотреть более такой дешевый сегмент, то здесь попробовать в роли сценариста, это вот что-то про попробовать, написать свой первый сценарий, погружение, да, какие-то такие вещи, которые помогают типа немного другую работу закрыть. И по этим параметрам можно позиционировать, на самом деле. Просто хотя бы две оси начертить, там, стоимость, да, и вот эти две, либо зарабатывать, либо попробовать. И конкуренты сразу раскидываются, видно где-то сколько кого. И как рынок примерно выглядит в осях, получается, жоп-слабедан. И еще дофига всяких вещей, которые я не расскажу за раз. Ну, потому что теорию, на самом деле, там дофига человек уже, дофига людей читает оригиналы, оттуда какие-то штуки вытаскивает, как-то по-новому применяет, оттуда читает статьи, тоже как-то интерпретирует. Это растет, к сожалению, в разные неожиданные направления, что сложно разобраться. Я просто подсвечу, короче, что еще есть. Ну, как я сказал, важно, что я не подсветил. Это количество исследований, через которые стоит валидировать инсайты качественных исследований. Они есть по Jobs to be done. Их предлагает малое количество людей. Ну, то есть Ульвик начал предлагать хоть какие-то процессные вещи, типа делай вот так вот, спрашивай вот это, сегментируй вот так, и тебе будет счастье на рынке, условно. Остальные были более абстрактные, типа комплементы, вот таких количественных вещей не предлагали. Но Ульвиковский процесс можно использовать, немного укращать и также количественники проводить. Важно просто спросить, работу уточнить, понимать, да, и какие-то метрики. Я, допустим, брал каких-нибудь 5-10 основных метрик, ну, до 20 вашего продукта, и можно такой количественник запустить. Вы там знаете, у вас работа там послушать музыку, и какие-то критерии есть. По процессу, да, это музыки там быстро включить музыку, я не знаю, без тормозов, чтобы был плавный переход, ну, какие-нибудь такие вещи, и узнать, какие, насколько важно для пользователей смотреть, какие сегменты не удовлетворены. И так, по сути, сегментировать рынок. И полно всяких вещей жестких, разной степени жесткости. Вот этот job map, вот этот большой consumption map, который для B2B очень актуален, даже гипотезы типа по джорсу Тобидану формируют. Есть такие штуки. Про стратегию много говорят и прочее, прочее. Ну, то есть вещи есть. Это, ну, то есть зависит от вашего желания погружаться во все это. Я вот рассказал, с какими я больше сталкивался. Так, и куда, собственно, почитать, чтобы не сойти с ума? Я вот эти вещи прочитал. И рекомендую начинать вот с этой штуки 20-го года, как Альбаха. Почему? Потому что вот это все было раньше, а вот он как-то попытался это все помирить. И он дает необходимую теорию, которую нужно понять, но дает еще кейсы, короче, практически, конкретные. Типа там ребята делали такой-то кейс, использовали такой-то подход, и вот у них получилось вот так. То есть сразу понятно с практикой, что конкретно делать, как формулировать работу, какие-то вещи, которые я рассказывал, как формулировать гипотезы, как job stories формулировать, где можно накосячить, короче. Все очень точно здесь вот описано. Вот это классная штука. Ну, типа, на самом деле, ей можно и ограничиться. Вот, если надо что-то на русское, можно вот это, но помним, что вот эти вот воюют между собой две штуки, Улик и Климент. Климент больше B2C, а это больше B2B подходит. А Кристенсен, ну, часто его советуют, он как-то типа считает соббати всей этой штуки, но там больше майндсет, короче, там мало практики будет, будут какие-то вопросы, может быть, для интервью полезные, просто понять теорию в целом, но по практике, короче, это либо Ульвик, либо Кальбах. Самый классный. Внизу блоги, Никита, Дмитрий Копаев у нас на РФ, прям аббассадор этой штуки, много пишет. Классные штуки пишет, ну, я вот показывал некоторые его вещи, Юрий Дроган тоже, по-моему, какую-то книгу, и сейчас по жопу ступидан целую пишет, заканчивает. И Ульвик на английском, если хотите, можете его какие-то саморепочитать. Ну, и да, получается, слева направо, вот как-то так. Я не в курсе, по-моему, только Климент есть русский, если вы знаете там еще какие-то русские, скажите. Я не встречал. Ну, и спасибо. Я, короче, дорабатываю для второй части практическую, теоретическую я часть на VC написал, вот, а вторую сейчас буду тоже дорабатывать. Поэтому спасибо за внимание. Смотрю чатик, да? Да, спасибо. В чатике есть два вопроса точно. Первый, по-моему, где бы был? Гриндер. Год практики, примеры практики. Данил. Есть вопрос. Какой, Глеб? Вопрос. Глеб Хардеев, там дальше посмотрим. Почему нельзя сложные вещи объяснить с простым языком? А, ну, типа, в целом, при теории можно в одно предложение уместить этот фреймворк, сколько смотрю и сам применяю, все по-разному трактуют свое видение, когда я работаю над продуктом, я хочу использовать фреймворк. Так, тут два вопроса, походу, да? Почему нельзя? Да, типа, можно. Я, когда объясняю, да, нарисовав вот эту изначальную картинку, мне, типа, чтобы учесть основные вообще вещи, которые есть. То есть, то, что было там про пользователей до этого, про проблему, да, для меня вот это самое простое объяснение. Если у вас есть предложить какое-то попроще, может быть. Я тоже не сторонник, короче, фреймворков жестких. Они, короче, полезные, но их много. А они бывают еще про одни и те же вещи и по-разному. И по итогу человек пытается изучать по этим фреймворкам и непонятно, в чем суть. То есть, там кто-то так нарисует. Они же создаются, как, по сути, ты изучил или понял что-то, вот для тебя что важно, ты посвятил это, ну, не будешь все там разжевывать. У тебя какой-то фреймворк появился, ты его используешь. И таких миллион вещей приходит вторая волна людей на этот фреймворк. Они его читают, понимают на 40%, потом про него рассказывают, как я, да, на презентации, еще какое-то слоевое понимание. Я попытался упростить как можно больше теорию, чтобы, типа, лишних схем не давать, женских, если по сути. Ну, надеюсь, получилось. Про, когда я работаю над продуктом, я хочу использовать фреймворк джобстобедан, чтобы я смог, а, ну, это, типа, пример. Вот какие я работаю. А, какие? Ну, смотри, да. Когда я работаю над продуктом, я хочу использовать фреймворк джобстобедан, чтобы я смог. Ну, тут, по сути, твоя цель. То есть, это как в исследовании, да, то есть, ты используешь фреймворк джобстобедан, чтобы, ну, какую-то бизнес-задачу решить. У тебя там, может, продукт сдох, он не продается вообще, там, очень мало продаж, и ты такой, блин, а есть джобстобедан фреймворк, я его хочу использовать. А зачем? А я хочу, чтобы у меня продажи были моего продукта, да, нормально, поднять продажи, поднять выручку. Вот он и ответ, получается, чтобы я смог, типа, увеличить продажи. У тебя может быть другая какая-то ситуация, ты, может, работаешь над продуктом, но ты его еще не запускал, короче, в релиз, нет у тебя еще выручки, и ты работаешь, но, типа, тебе непонятно, что делать. Когда у тебя контекст, чтобы ты смог понять, какие фичи тебе надо делать в продукте, что он должен решать, да, на чем сделать фокус в разработке. Это классно делается через Job Stories, которые я рассказывал, то есть, вот их прям часто используют, ну, типа, формулировки задач, прям пишешь, как, ну, типа, это ответ на то, а нафига мы делаем эту задачу. Он отвечает, какой контекст у пользователя, который делает это, можно для фичи, да, написать, какая-то конкретная фича, она делает какую-то конкретную маленькую работу, да, там, какой-нибудь фильтр, да, найти, найти там в каталоге, ну, допустим, найти курс в каталоге. Это подработа, какой-то генеральной работы, и в этом есть какой-то контекст, в этом есть какой-то желаемый результат, да. Описав его, да, четко, исследовав, можно дать нужный контекст, чтобы понятно, чтобы понятно было, когда люди делают фичу, как им эффективно добраться из точки А в точку Б. Поэтому Job Stories классный. Так. В озоне все сокращают, да, чтобы что. Ну, да, ну, это, по сути, это и есть, чтобы что, это всегда поднятие на уровень абстракции выше. Вот, как я говорил, да, вы спрашиваете, чтобы что, можете потом еще раз спросить, и вы упираетесь по итогу вещи, ну, я считаю, что так правильно, да, если вы спрашиваете человека. Либо, если это какая-то полезность, ну, типа, я буду счастливым, условно, ну, куда там дальше, типа, я буду счастливым, чтобы что. Можно подниматься. Non-consumption забить. Не понял коммент. А как выявлять non-consumption? Как выявлять non-consumption? Non-consumption? Ну, здесь я психотерапию. Если накинешь кейс, можем подумать, кстати, вместе. Просто есть психотерапия, да, и когда ты начинаешь, да, даже там, рынок считать, да, ты понимаешь, в какой-то момент, что, допустим, твоя оценка рынка строится на каком-то коэффициенте доли людей, которые уходят к психологу. Ты смотришь, она там как-то меняется. А почему-то она в России 1%, а в Германии там 6%. Блин, а может в России типа рынок какой-то не такой, не ходит к психотерапевту, типа терпил, не знаю. Ну, и получается, здесь какой-то инсайт образуется, что у нас есть, видимо, non-consumption, какая-то возможность, чтобы больше людей в России ходили к психотерапевту. Тогда мы будем больше зарабатывать. Вот как-то надо вот этот один процент поднять и это сделать. Ну, то есть это, мне кажется, когда по кирпичикам рынок раскладываешь, какие-то такие вещи по долям, они становятся понятны. Мне кажется, анализ рынка классно помогает оценке рынка. Теперь ты еще что-нибудь, вопрос вроде все прошел. Да, конечно. Может, остались у кого-то вопросы? Миша или кейс есть? А, вот есть один вопрос. Вопросов нет, но могу, если что-то, кейс накидать немножко, поразбирать, если интересно сейчас. Да, вот non-consumption просит, давайте что-то разберем. Да, например, сейчас текущий продукт, я вообще продаю в медиах, это немного странно, но и продукт B2B-шный, и брендинг для IT-компаний, например. Какие могут быть вообще non-consumption, в какую сторону? Брендинг для IT-компаний. Почему они могут, ну, логично задать вопрос до начала, а почему какие-то компании не используют брендинг для IT-компаний? Вот, почему какие-то компании не используют, еще не очень понятно. Возможно, они не знают ценности того, зачем это нужно, не посчитали ее для себя. Да, вопрос, зачем им вообще он нужен, ответ есть, это для того, чтобы увеличить свою узнаваемость в среде аудитории, а это нужно, чтобы снижать потенциальную стоимость привлечения разработчиков. ну, допустим, да, не исследовали рынок, но мы уже примерно знаем, с какими вопросами идти, да, зачем нужен брендинг отвечает на это, возможно, рынок вообще не понимает, что это работает, ну, то есть, они слышали, что, ну, да, типа, брендинг есть, ну, зачем нам это, нафига, возможно, не хватает кейсов, да, есть такие ситуации, когда такое решение, которое, ну, не совсем очевидно, это тоже, типа, продажа, ну, типа, B2B, продажа через LinkedIn, типа, social selling, да, когда приходят, по сути, на какой-то бренд человека, ну, по сути, примерно тоже, то ли такое и делаете, такое, да, и по этому бренду личному приходят клиенты, и они покупают продукт, но конкуренты, то здесь в этом случае стандартные каналы, типа, налить трафика там, или партнеры, или что-то такое, ну, типа, какие-то более понятные вещи, и получается, ну, consumption возникает из-за того, что рынок пока что, ну, либо не знает, что это работает лучше, но, типа, если принести, понятно, показать, там, написать статью, смотрите, вот, ребята, не знаю, делали вот по таким каналам маркетинг, а потом мы им сделали бренд для руководителя, да, и у них, типа, за те же косты, там, я не знаю, в 5 раз больше продаж сделали за месяц, вот, это, типа, классный кейс, который может переключать этот, consumption, как-то образовывать рынок, это делать, есть хорошая история, когда на разговор приходят, говорят, слушай, я могу конкурента с ним делать, брендик, ну, что-то, ну, тут я могу сказать, то, что обычно тут что-то типа, ну, нам нужно не оставать от конкурентов и показывать, что делать хотя бы так же, как остальные, как и весь рынок, вот прям, как Джо, сформулировать это, вопросик, работа, скорее, процесс, не оставать от конкурентов какой-то, а вот как-то в Джобе сформулировать. Так, а гипотезу, типа, именно, именно саму мейнджоб или именно гипотезу, ну, то есть предполагаемая какая-то? Ну, типа, что-то типа того, да. Я уже плохо соображаю к концу дня. Можешь пояснить, кто тут писал? Глеб? Писал мне просто как пример, привожу, потому что вроде бы я хочу, что бы, я хочу не оставать конкурентов, это как раз Джоба как процесс, который вот длится. То есть, как результат, можно что-то подвести, типа, я хочу, например, снизить стремность привлечения разработчиков, либо рассказать о себе, а вот как раз-таки, как пример приводить, это я хочу, не оставать конкурентов что-то вот такое. Ну, да, да, ну, например, то есть там контекстов-то разных, может быть, много, и для разных пользователей, вокруг работы, даже в истории у нас есть, у нас вокруг нее меняется контекст, в котором находится, и потребность, которую хотят, это чтобы что, и может составить бэклог таких на брейншторме, гипотетически, потом пойти к конкурентам, узнать их и сфокусироваться на каком-то одном. Ну, давайте немного про уточнение, про количественники, да, я говорил, ну, я, в принципе, сказал по Ульвику, как они делаются, вот вы собрали бэклог таких job stories, и вам дальше нужно понять, на какой сфокусироваться. Ну, вам, во-первых, хорошо бы прояснить работу, main job, то есть, ну, по сути, с чего нужно понимать, если вы не понимаете работу, главное, то дальше сложно что-то строить, закапываться вглубь, то есть, прям такой вопрос и добавить вопросник про работу и метрики работы. Ульвиковская, это, он говорит вообще, типа, у вас в продукте может быть до 200, до 150 метрик, поэтому представляете опросник, да, такой, в котором вопросы по типу оцените, насколько вам важно по пятибалльной шкале максимизировать скорость открытия там чего-то, да, и вот таких 150, это типа мудренно, ну, понятно, что сложновато респондентов собрать на такую штуку, но, в принципе, если урезать, вы там знаете, что вы хотите какие-то 20 основных метрик исследовать, да, может по какому-то детальному процессу, то, в принципе, это было полезно. Голосом, да, давай. Да, Виктор, это я спрашивал, всем привет, смотри, ну, я больше, как бы, с точки зрения практики хочу спросить, вот, ну, твое мнение, смотри, мы продукт делаем, который передает показания счетчиков за клиента, да, ну, воды, ну, Джок Тубидан, куда его здесь, все говорят, что да, мне не нравится залазить в этот шкаф, там, переписывать показания, куда-то передавать, там, вот, как бы ты применил его с практической точки зрения, то есть, потом начинаешь это продавать, люди говорят, дорого, там, не знаю, непонятно, хотя вроде у всех болит, то есть, вот, как здесь покопать, вот, как бы ты делал конкретный, ну, а как измеряли, что болит, что-нибудь попробовали? Да, спрашивали у всех людей, ну, там, где-то 70 интервью, то есть, спрашивали, как вы передаете счетчики, они такие, блин, я там забываю каждый месяц, меня потом начисляют по общему тарифу, я там лезу куда-то в шкаф, мне там неудобно, фонарик включаю, вот, 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 как здесь Чопс Тубитан бы мог помочь, например, я просто понимаю, что есть, да, такой, как бы методология, это есть, но, вот, как ее, вот, все-таки, вот, ну, практически применять, вот, конкретно? Да, вопрос мэтча ценности, относительно проблемы, там ребята говорят, ну, да, болит, а потом, по сути, не покупают, ну, работа, в принципе, я думаю, тут особо играться нечего, тут она понятная, относительно процесса, а как это выглядит вообще, какое решение? Решение, ставишь себе счетчики, умные, которые, ну, условно говоря, там, через, например, там, через роутеры Wi-Fi, которые у тебя дома есть, там, они все шлют, там, на наш сервак, а мы уже передаем, там, управляющую компанию, ну, то есть, ты об этом просто забываешь, что, ну, там, УТП, типа, мы передадим показания счетчиков за вас. Вот, какой-то определенный аудиторию исследовали для этой штуки? Ну, пока нет, пока пробовали всех, пытаемся вот сейчас найти, так скажем, свой сегмент, мы там, гипотезы делали, что это, возможно, люди, которые пользуются умным домом, там, пока не можем найти, краски ищем, и вот. Мне кажется, у вас, да, у вас проблема лежит в области где-то сегментации, именно по персонам каким-то, а не в jobs to be done. Такое может быть. то есть, jobs to be done, она не отрицает теорию персон. Типа, она не говорит, вот остальное все выбросите, персоны, это не важно, да, профили пользователей. Она с ними дружит, где-то даже job stories там склеиваются, и user stories, и по-разному. то есть, как будто бы по работе все окей, я не вижу сейчас, что вы там сделаете какое-то исследование количественное, и, ну, так же адаптируйте продукт, его так же, типа, не будут покупать. Тут надо, кажется, потыкаться именно в сегмент какой-то конкретный, которому эта проблема актуальна, то есть, вы пока не протестировали именно. То есть, здесь я правильно сейчас понимаю, jobs to be done вообще, типа, не надо применять? Ну, я, честно, не вижу, если кто-то видит какие-то... Не, окей, это ответ, ну, спасибо. да, мне кажется, так, в сегментации где-то делаем. Спасибо. Что-то скинули. Не пользуется, Лёб, уже может предположить другой сегмент персоны? Предположить другой сегмент персоны? Не совсем понял вопрос. То есть, разные персоны на одну джебу ты имеешь в виду, Лёб? Да, да, это может быть. Там, короче, есть еще часть, которая, часть теории, которая отдельно заморачивается с персонами. Персоны, в основном, ну, типа, B2C это однозначно, в B2B они выделяют, ну, в принципе, как в B2B выделяется, обычно job executor, да, кто выполняет работу, непосредственно работать с продуктом, decision maker, кто, типа, покупает продукт, и они просто прикрепляются, по сути, к работе. Поэтому они там тоже имеются в виду, и по ним тоже важно учитывать, особенно если B2B. Или это уже customer discovery, но ты не совсем понял, это все, по сути, customer discovery, про что я рассказывал. Есть еще у кого-нибудь вопросики? О, Глеб пишет. А, ты про этот кейс с счетчиками? Ну, типа, здесь, может быть, важно понимать сегмент тоже в определенных кейсах. здесь, короче, в кальбахе есть раздел по тому, как используется персона. Я могу, короче, накиднуть ссылку по этому типу. Давай, да, будет полезно, прям, прессу тоже закинем, в чатике разместим, запись будет, и я думаю, если будут какие-то еще вопросы, давай прям в чатике обсуждать, или там тебе в личку могут написать, да, по каким-то там вопросам. Да, окей, если все так по прессе, какие-то правки, тоже буду рад. Я сейчас это все объединяю, поэтому будет полезно. Да. Что, спасибо большое, очень информативно. Ну, Глеб, вот последний коммент сделал, на самом деле, да, я согласен с тем, что ты написал, это больше про неизировал тулан истории, запуск продукта. Там можно, это полезно понимать, работу, но в граус-хакинге больше профита, как будто бы, ну, и больше аппликейшенов для вот этой всей штуки, потому что она, когда разгоняется на больших количественниках, она пополезнее становится. И там, если проводить конкретные метрики, возможно, фиксировать, там, да, это классно получается. Кайф. Спасибо. Он тут пишет, все, очень полезно. Класс, да. Короче, когда-то делаешь статью, допишешь, выложишь, закидывай. Обязательно почитаем. Ну, все, давайте тогда. Всем пока, в прошлом вечера. Пока, да, всем хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok